Повышать нельзя, оставить тарифы прежними. В ТО Алматы Энергосбыт уже долгое время думают над тем, после какого же слова поставить смысловую запятую. Выбор не из легких. Руководство предприятия хорошо понимает, что в конечном итоге рост цен на коммунальные услуги скажется на бюджете рядового потребителя. Однако и работать себе в убыток энергетики уже не могут. Сегодня мы постараемся понять, каково положение дел в энергетической компании и на каких условиях возможно максимально взаимовыгодное партнерство Алматы Энергосбыт и городского потребителя. Вы смотрите программу «Деловое время» на телеканале Алматы. Меня зовут Гаухар Альзебекова. Я рада представить вам нашего гостя. Это заместитель генерального директора по производству ТО Алматы Энергосбыт Самат Аришев. Самат Габитович, я приветствую вас в нашей студии. Прежде чем мы начнем разговор, я хочу поблагодарить за ваше деловое время, которое вы уделили нашему эфиру. И первый вопрос. Хотелось бы узнать о состоянии энергокомплекса в целом по городу Алматы на сегодняшний день. Каково оно? Добрый вечер, Гаухар. В соответствии с законом об электроэнергетике 2004 года, ранее существовавшие энергокомплексы были преобразованы в отдельно энергопроизводящие, энергопередающие из бытовых компаний. В нашем Алматинском регионе это энергопроизводящие компании, это акционерное общество Алматинские электрические станции, в которые входят три тепловые станции. Это ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. И две гидроэлектростанции. Это Копчегайская ГЭС, которая находится на реке Ильи. И Каскад ГЭС, который находится в Большом Алматинском ущелье. Также передающие компании, акционерное общество Алатау Жарек Компаница и наша сбытовая компания ТО Алматы Энергозбыт. Вот таким образом на сегодняшний день складывается энергокомплекс в целом по городу Алматы, правильно? Правильно. А вот да, реструктуризация, которая была проведена, она какие результаты продемонстрировала? Конечно, она дала результаты. Во-первых, все наши компании занимаются своим делом. Производящие компании занимаются только производством электроэнергии. Передающие компании занимаются передачей электроэнергии. И ТО Алматы Энергосбыт занимается энергоснабжением наших потребителей. И через нас проходят все договора. Мы осуществили программу организации центров обслуживания потребителей. По городу Алматы это семь ЦОПов, семь районных отделений энергосбыта. Мы также обслуживаем ее область, где было построено 10 центров обслуживания потребителей в каждом районном центре. И для наибольшего удовлетворения потребностей наших потребителей. То есть Алматы Энергосбыт, можно сказать, это такой конечный, да? Конечная инстанция, которая вот от нее уже идет энергия. Вы занимаетесь конкретно снабжением. Все договора на электроснабжение заключаются с нами. Как юридические лица, так и физические лица. Давайте более детально об истории компании. Основание истории, основание компании. Когда оно создавалось? Наша компания Алматы Энергосбыт была организована 5 июня 2006 года. На следующий год нам 10 лет. В 2008 году был первый пилотный проект по организации Центра обслуживания потребителей на базе РОЭС-7. Вы, наверное, помните, это ПААБАЯ, раньше оно находилось. ПААБАЯ рядом с магазином МАНУ. Это первый ЦОП, получается? Да. Первый ЦОП. Но это пилотный был. Мы посмотрели только эффект, какой произведет от нас эта организация. Это был совсем другой уровень обслуживания потребителей. Поэтому, когда мы увидели, что новое здание, новый операторный центр, где наши специалисты дают полную информацию по принципу одного окна под своим потребителем, мы решили осуществить программу по организации Центров обслуживания потребителей. По городу Алматы это 7 ЦОПов практически в каждом районе. И по области это 10 ЦОПов. Также нами организован в 2010 году многоканальный информационный контакт-центр. Он для чего сделан? Для того, чтобы наши потребители круглосуточно могли иметь информацию на текущий момент. И по энергоснабжению. То есть можно сказать, что вы со своей стороны на сегодняшний день создали все максимально комфортные условия для потребителей. Для потребителей. Да. Вот теперь давайте поймем структуру потребления электроэнергии. Мы подготовили соответствующую графику, в которой указали перечень, градацию, скажем так, потребителей. На сегодняшний день она выглядит таким образом. Итак, первое – это промышленные и приравненные к ним потребители. Второе – это потребители, финансируемые из республиканского бюджета. Третье – потребители, финансируемые из бюджета города Алматы. Четвертое – потребители, финансируемые из областного бюджета. Пятое – прочие потребители. Здесь имеются в виду коммерческие организации, кафе, рестораны, торговые, развлекательные центры, спортивные комплексы и так далее. Шестое – это КСК. А, и седьмой – сельскохозяйственные организации. Я ничего не забыла? Все верно? Давайте немножко вас поправлю. Да, давайте, конечно. У нас мы делим своих потребителей как на физические лица, так и юридические лица. Юридические лица. Юридические лица. Это у нас промышленные, непромышленные и предприятия, финансируемые из бюджета. Поэтому мы сейчас говорили, что промышленные – это ясно. Из бюджета финансируется из городского, республиканского. Да, здесь градация по бюджету. Это бюджетные организации. И непромышленные организации – это малый и средний бизнес, КСК, это садоводческие общества и сельскохозяйственные организации. То есть физлица мы должны были здесь вывести отдельной строкой, вы считаете? Да, это наши основные потребители. Да, но я прошу прощения за такие, может быть, не очень достоверные, скажем так, информацию. Все-таки, исходя из той таблицы, которую мы имеем на сегодняшний день, мы можем назвать, какая группа наиболее ответственна в плане платежеспособности? Наверное, отвечу так. Вот у нас на дорогах нарушают какие марки машин? Мы не можем сказать. Почему? Мы можем сказать. Ну ладно, я пытаюсь вашу логику понять. Поэтому нарушают правила дорожного движения. Поэтому и у нас, и у неплательщиков нет категорийности. Все, все эти категории потребителей, среди всех категорий потребителей есть неплательщики. И с ними ТО «Алмата Энергосбыт» ведет определенную работу. Разъяснительную работу. Ну, не только разъяснительную работу. Мы уведомляем их, мы их предупреждаем, уведомляем. И крайная мера, у нас отключение идет. Если и эта мера не помогает, то мы подаем на них в суд. И решаем в судебном порядке. Давайте поговорим о положении на сегодняшний день на предприятии «Алматы Энергосбыт». Насколько я поняла из того проекта, с которым я ознакомилась, проект тарифа ТО «Алматы Энергосбыт» по созданию базового экономически обоснованного тарифа на электроэнергию в 2016 году. В связи с чем возникла необходимость повышения тарифа? Ну, наверное, надо посмотреть в структуру тарифа. Структура тарифа у нас прозрачная. Она у нас есть на сайте. Любой потребитель может зайти и посмотреть, из чего состоит тариф. Составные части отпускного тарифа на электрическую энергию являются. Это цена на электроэнергию, которую мы покупаем у энергоисточников, передача ее как по межрегиональным сетям, так и региональным сетям, и наша сбытовая деятельность, и технологические услуги, которые необходимы нам на опытовом рынке. Любое изменение цены приводит к повышению или уменьшению тарифа. Любое изменение в составе цены, в составляющей цены, да. А вот здесь получается, что изменилось, какие изменения? Два Алмата Энергосбыт вынуждены пойти на повышение тарифа в 2016 году. Это связано с тем, что повысили энергоисточники. Это мы и нас, кайбер. Свои услуги, за свои услуги. Нет, стоимость электроэнергии. И уже утвержден повышенный тариф у АОК и ГОК по межрегиональным сетям, и уже утвержден повышенный тариф у акционерного общества, а того же Рейдкомпании. В связи с этим мы вынуждены поднять свой тариф. Вот касательно источников, с которыми вы работаете, мы также подготовили графику. Я хочу попросить наших режиссеров продемонстрировать. На сегодняшний день этот перечень выглядит следующим образом. Первое, АО Алматинские электрические станции. Второе, АО Жамбулская ГРЭС имени Батурова. АО Мойнакская ГРЭС. ТО Экибастузская ГРЭС-1. АО Станции Экибастузская ГРЭС-2. ТО АЭС Шульбинская ГРЭС. Ничего не забыла? Нет, ничего не забыли. Все правильно. То есть на сегодняшний день это те источники, с которыми вы работаете достаточно плотно. Это основные затраты. Это на покупку электроэнергии. У нас до 55% затрат это покупка электроэнергии. Мы покупаем от внутренних энергоисточников до 50%. Это Алматинские электрические станции. Остальные 50% мы покупаем на оптовом рынке. Самая дешевая электроэнергия это северных энергоисточников. Но она ограничена по электрическим связям. Мы так называем ее энергетики север-юг. Это две линии 500 мегаватт и киловольт. И две линии 220 киловольт. Поэтому мы дальше вынуждены покупать электроэнергию у Мойнахской АГЭС и у Жамбульской АГЭС. И вот все они тоже изменили свои тарифы, получается? Нет, они не изменили свои тарифы. Они останутся прежними на уровне 2015 года. Только Мойнахская АГЭС изменила свой тариф. Если говорить о действующем тарифе, на сегодняшний день ваша компания обслуживает 761 747 алматинцев. Вот такая вот цифра. По какому тарифу вы обслуживаете на сегодняшний день? Могу сказать, эта цифра постоянно плавает. Потому что число наших потребителей, потому что она всегда увеличивается. Особенно за счет физических лиц. Это первое отступление. Тенденция к увеличению идет. Это уже хорошо. И теперь в соответствии с законом об электроэнергетике все категории потребителей должны находиться в равных условиях. В связи с этим у нас тариф единый для всех. И он в этом году экономически обоснованный тариф составляет 15 тенге 41 тен за киловатт в час. Это экономически обоснованный тариф. Но все наши потребители рассчитываются по дифференцированным тарифам в соответствии с законом от 2009 года, где все потребители должны рассчитываться по дифференцированным тарифам. Опять же, обращаясь к тому проекту, с которым я ознакомилась. Очень часто там идет поправка, дополнение объяснения, что убыточность компании чаще всего связана с этим дифференцированным тарифом. Хотелось бы здесь понять, в чем суть, почему компания несет убытки от введения данного тарифа. Введение дифференцированных тарифов было продиктовано в 2009 году тем, что уже в этот период наблюдался дефицит генерации мощностей. Особенно пиковая мощность. Это вечернее время потребления максимума. И Республика Казахстан не обладает маневренными станциями, которые могли бы закрыть пиковые нагрузки. В связи с этим было принято решение для уменьшения пиковых нагрузок принятия дифференцированных тарифов. И что это значит? Это значит, что юридические и физические лица, кому это выгодно, они перестроили свое технологическое производство на ночное время. Это юридические лица. Тариф у них 4,35. Ночное время, то есть оно более дешевое. Да, намного дешевле, в 3,5 раза. И наши физические лица, которые используют электроэнергию на отопление, они также обогревают свои помещения в ночное время. И за счет этого мы терпим убытки. То есть в этом вся проблема. А как вы считаете, ее как решить можно? В тот момент было принято правило расчетов дифференцированных тарифов 57 УД. В 2009 году. Это изменение нормативно-правовых документов. А вот как оно должно, каким образом нужно поменять, чтобы это было выгодно конкретно вашей компании? Хотя бы для начала надо поменять ночной тариф. Он должен равняться себестоимости покупки электроэнергии. Вот в нашем тарифе, в настоящее время, он равен 8 тенге 48 тын. И мы как видим, что ночной тариф в 2 раза дешевле. Здесь мы хотя бы меньше потеряем. А вы где-то кому-то озвучивали то, что нужно вам, как выгодно вам? Да, это идет работа. Это долгий процесс. И изменение нормативно-правовых документов через уполномоченные органы идет очень долго, но эта работа ведется. Опять же, возвращаясь к тарифу, вы можете сказать в процентном соотношении, какова доля вероятности того, что тариф будет повыше? 11 декабря антимонопольный комитет по городу Алматы, в соответствии с законом, провел публичное слушание, где Алматы Энергосбыт представила проект экономически обоснованного тарифа. То есть, скорее всего, тариф все-таки будет повышен? Нет, мы передали его только на экспертизу. Теперь решение за антимонопольным комитетом. И я думаю, что мы в конце декабря уже озвучим вам тот тариф, который нам утвердит антимонопольный комитет. Давайте обратимся к структуре отпуска электроэнергии. Больше процента электроэнергии в Алматинской области приходится на физические лица, тогда как в рамках Алматы наибольшая доля приходится на непромышленные предприятия. Вот как вы объясните такую тенденцию? Почему она так распределяется, электроэнергия? Ну, я скажу так. Город Алматы – это стремительно развивающийся город, как финансово-экономический, туристический. И в городе развивается малый и средний бизнес. Он и является составной частью непромышленных предприятий. А в области – это в основном население, и этот сегмент экономики не так развит. В этом основная причина. Да, в этом основная причина. А если говорить о потреблении электроэнергии, и опять же сравнить его, скажем так, в тенденции 2014 и 2015 год. Исходя из данных, которые были указаны в проекте вашего предприятия по созданию экономически обоснованного тарифа, получается, что наибольшее потребление электроэнергии пришлось на 2014 год. В этом году уже меньше. Незначительно, но все-таки меньше. Вот как эту тенденцию вы объясните? Так, наверное, мы сделаем сравнение. Если мы анализировали, делали сравнение. Это по республике Казахстан и потребление Алматы-Энергосбы. По годам, если в республике увеличивается потребление, то и у нас увеличивается. Оно практически повторяет график потребления. Поэтому в 2014 году было, как вы говорите, наибольшее потребление. Это связано с чем? Анализ нашей компании показал, что три фактора влияют на потребление. Это климатические условия, это экономическая обстановка и энергосберегающие технологии. Я вас перебью, извините. Я хочу просто попросить наших режиссеров продемонстрировать графические данные. Это вам в помощь, опять же. Здесь у нас есть две таблицы, которые демонстрируют потребление в зоне обслуживания ТО Алматы-Энергосбыт. И второе – потребление в рамках республики Казахстан. Все, вы можете продолжать. Три критерия вы назвали. Поэтому были в 2014 году более жесткие климатические условия. Холодная зима, более теплое лето. А в 2015 году более теплая зима, меньшее потребление и более прохладное лето. За счет этого произошло уменьшение. Это, во-первых. Во-вторых, в 2015 году начались кризисные явления. Это тоже повлияло на уменьшение. В третий фактор – это использование энергосберегающих технологий. В 2015 году? Нет. Это вообще в принципе. Потому что наши потребители, как юридические, так и физические лица, используют, все больше и больше используют энергосберегающие технологии, как в производстве, так и в быту. А вот кризисные явления, вы сказали, которые начались в 2015 году. То есть мы можем сделать вывод, что в принципе казахстанцы стали экономнее расходовать энергию. В связи с кризисом. Так получается, да? Да, получается так. Я думаю, это выгодно им. А где выгодно, где есть выгода, там есть действие. Там есть, да, согласна с вами. Давайте поговорим о задолженности к предприятию. Предприятия они имеются на сегодняшний день? Это вы имеете кредитерскую задолженность. Да, да. Перед поставщиками. Перед поставщиками как электроэнергии, так и услуг. Да, мы имеем задолженность перед своими поставщиками. Но если наши потребители будут исполнять свои договорные обязательства в части оплаты, эта задолженность станет значительно ниже. Поэтому ТО «Алмата-энергосбыт» ведет постоянную работу по уменьшению дебиторской задолженности. И эта работа будет продолжаться и очень жестко. С потребителями вы ведете работу. Да? Да. А мы можем сказать в цифровом выражении или вообще в целом, насколько объем задолженности со стороны потребителей перед предприятием «Алматы-энергосбыт»? Мы можем сказать, что у нас есть просроченная задолженность и текущая задолженность. Поэтому мы говорим о просроченной задолженности. Она значительна. А мы уже с вами затронули тему кризиса, который разразился, скажем так, новая волна кризиса 2015 года. Я конкретно здесь имею в виду августовскую девальвацию. Мы уже поговорили о том, что она достаточно так серьезно ударила по потребителям. А по самому предприятию «Алматы-энергосбыт» мы можем сказать, какой ущерб или, может быть, как сильно она ударила или не ударила. Или вы как стояли, скажем так, прочно, твердо на двух ногах, так и стоите. После девальвации что произошло на предприятии? Напрямую нас девальвация не затронула. Так как наши все договора на поставку электроэнергии и передачу электроэнергии заключены в тенге. Но мы ощущаем девальвацию через своих потребителей, которые все чаще и чаще нам обращаются за отсрочки по платежам. А такое возможно, когда потребитель просит у вас отсрочку и вы идете навстречу? У нас уже сложились отношения с потребителем. Мы идем очень редко, но идем навстречу им, когда они предоставляют нам гарантийные обязательства по погашению своей задолженности. Это неважно, физлицо или это предприятие какое-то, промышленного сектора? Или все-таки выборочно? Мы идем очень редко, но выборочно. Выборочно подходим. Это индивидуальный подход. Что касается опять же кризиса. Есть у вас антикризисный план, по которому вы будете работать, ваше предприятие будет работать в случае, если экономическая обстановка в стране будет еще больше ухудшаться? Специфика нашей компании такова, что мы как работали, так и должны работать. Все потребители должны электроэнергию убить. Если для того, чтобы они получили электроэнергию, они должны нам вовремя оплачивать ее. Поэтому мы будем работать в том же режиме, как и работали. У нас нет антикризисной программы. Все получается у вас упирается в то, чтобы потребитель погашал свои долги. Такой некий эффект домино. То есть если потребитель по своим долгам расплатится с вами, вы соответственно тоже свои задолженности какие-то ликвидируете. Может быть нужно принимать какие-то более кардинальные меры к потребителям? Потому что получается от них зависит успешность самого предприятия. Вы правы. Мы ранее сказали, что мы их предупреждаем, уведомляем и отключаем. Что может быть более жестко, чем отключение? Ну да, согласна. После отключения как быстро реагируют потребители? В основной своей массе это воздействие очень эффективно. То есть они все-таки боятся остаться без электричества? Хоть что-то их пугает. Нет, просто остаться без электричества сейчас очень проблематично. Да, согласна. Тем более в зимнее время. А вот по прогнозам этого года вы можете сказать, учитывая, что зима у нас началась достаточно мягкая, теплая, таких суровых холодов нет. Вы можете сказать, какой прогноз на эту зиму по употреблению электроэнергии? Если будет мягкая зима, вот как сейчас идет, то употребление будет ниже. Если погода непредсказуема, она может сейчас вот в январе быть минус 20, и тогда резко возрастет потребление. Поэтому небесную канцелярию не обманет. Но вам получается невыгодно, чтобы у нас была теплая зима. Ну вы, наверное, правы. Да. Так, я хочу еще рассказать нашим телезрителям, что совсем недавно вы открыли еще один РУЭС в Наурсбайском районе. Корреспонденты нашей редакции выезжали на открытие. У нас есть видео с места событий. Я бы хотела попросить наших режиссеров уже продемонстрировать. Вот, расскажите об этом РУЭС. Что он из себя представляет? Да, в связи с образованием Наурсбайского района, для удобства обслуживания абонентов этого района, мы открыли районное отделение энергосбыта номер 3. Количество потребителей, обслуживающих этот раз, пока более 11700 потребителей. Из них 554 потребители, это юридические лица. Поэтому РУЭС оказывает те же самые услуги, что и все остальные РУЭСы, как для физических, так и юридических лиц. А вот РУЭС от ЦОПа, скажем так, они чем отличаются? Это наше районное отделение, это в принципе то же самое. То же самое. Да, это вот вы видели, мы их назвали ЦОПы, это центры обслуживания потребителей. А они находятся при РУЭС. При РУЭС, при каждом. То есть где есть РУЭС, там есть и ЦОП обязательно. Это можно так сказать. А на сегодняшний день вы можете повторить цифру, сколько у нас по городу ЦОПов? ЦОПов 7. 7? И все они успешно функционируют, все нормально? Да, они все у нас работают, и они подчиняются департаменту сбыта по городу Алматы. На Урусбайском районе в том числе. То есть народ уже понял, что есть такая услуга, совсем у них под боком, скажем так. Давайте поговорим, опять же вернемся к разговору о партнерстве, о сотрудничестве с потребителем. Вот на ваш взгляд, каким оно должно быть в идеале, чтобы не было никаких задолженностей ни у потребителя перед вами, ни у вас перед поставщиками. Вы когда-нибудь рисовали для себя, может быть, модель такого сотрудничества? Или оно невозможно? Нет, оно возможно. В основном наши потребители, это законопослушные, они платят нам вовремя. И поэтому это идеальная схема, это полное взаимопонимание с потребителем. Мы обеспечим беспредвольную поставку электроэнергии, а потребитель выполняет свои договорные обязательства в части оплаты. И хочу добавить, в Алматы появилась хорошая традиция в Новый год без долгов. Пользуясь случаем, хочу обратиться к всем нашим горожанам, продолжить эту традицию. Перед Новым годом. У них есть еще время, в принципе, да? Да, у нас еще есть время. Вот, кстати, ваши ЦОПы, они 30-го, 31-го, потому что у нас какой народ, как говорится, на последний момент все откладывает, да, и 31-го числа в 11.40, скажем так, ночи, они вдруг вздумывают побежать и оплатить свои долги. Такое возможно? Конечно, возможно. До какого времени работают ваши ЦОПы? Пока работают ЦОПы, у нас будет и 31-го работа числа, и 30-го, и 31-го числа. То есть вы намерены прям все-таки все свои долги собрать? И банки второго уровня, когда, так сказать, работают, да. Оплата у нас производится через банки второго уровня, через терминалы, которые находятся в наших районных отделениях энергосбыта. Да. Вот. Понятно. А вот касательно поставщиков, перед которыми у вас есть задолженность, как они себя ведут? То есть насколько они терпеливы, скажем так? У вас наверняка же какие-то договора с ними заключены, да? На каких условиях, когда вы будете возвращать? Вот если не получается вернуть в нужное время эту сумму, как они реагируют? Ну, пишут нам письма, что вы задолжали нам определенную сумму. Ну, мы им пишем также гарантийные письма, в какое время мы им возвратим свои долги. Ну, и как навстречу идут поставщики? Чаще всего? Идут всегда. Всегда идут. То есть получается пока с поставщиками находить какие-то общие знаменатели, и пока в этом плане у вас нет проблем, да? Вот с поставщиками. Ну, есть проблемы, но мы их решаем. Может быть, нужно будет, я вот в качестве, скажем так, рекомендации, может быть, нужно поставщиков подключать к тому, чтобы они вместе с вами как-то вот попытались потребители вытрясти нужные вам деньги? Потому что же это тоже их интерес. Я вам как ранее сказал, что у нас функции разделены. Что производители электроэнергии, они занимаются своим делом. Передающие компании занимаются своим делом. Нам в помощь может быть только передающая компания, которая отключает. Которая отключает, кстати, да. производит отключение. И они, кстати, эту помощь вам оказывают? Нам оказывают постоянно. На возмездные сны. На сегодняшний день вы представлены, получается, по городу Алматы и по Алматинской области. У предприятия нет в планах, я не знаю, расширять как-то географию оказания своих услуг? Ну, наверное, нет. Потому что мы работаем в Алматинской области, в старых границах Алматинской области. А в Толгурадский регион у них есть своя энергосбытовая компания и энергопередающая компания. А если говорить о вашей компании, сколько человек на сегодняшний день трудится? В нашей компании на данный момент работает 530 человек. 530 человек. У них, я не знаю, задержек по заработной плате, ничего такого нет, да? Нет у нас. То есть с этим вы справляетесь? Пока, в принципе, у вас все стабильно. Мы полностью выполняем свои обязательства перед своими работниками. А вот по работникам чаще всего это специалисты в какой области? Не чаще всего, а в основном? Это специалисты, которые с высшим образованием, которые кончили энергетический институт или имеют экономическое образование. А вот касательно, я почему спрашиваю, потому что если говорить о послании президента, о ноябрьском послании президента, тогда глава государства сделал такое достаточно резонансное заявление о том, что профтехобразование теперь у нас в стране будет бесплатным. Вот вы, как человек, который имеет отношение непосредственно к этой отрасли, где рабочие специальности, они особенно нужны и как бы востребованы. Как вы оцениваете эту инициативу главы государства? Это правильная инициатива, потому что я ее полностью поддерживаю, потому что профтехучилища, которые раньше были, они необходимы. И рабочие, квалифицированные рабочие, это большой дефицит во всем нашем энергокомплексе. Это потому что мы все стареем, и нам на замену должна прийти новая смена. Новая смена, квалифицированная новая смена. Пока с этим есть проблемы все-таки, да, вот с кадрами? Конечно, есть. А вот те, которые уже работают на вашем предприятии, вы занимаетесь как-то повышением их квалификации? Какое-то, я не знаю, они проходят обучение дополнительно? У нас есть обучение для всех категорий работников, и у нас есть плановое обучение. Практически все наши работники проходят обучение. А касательно самого вашего предприятия и, скажем так, технического оснащения, насколько оно современности отвечает? Оборудование необходимое? Вот мы говорили про ЦОПы. В ЦОПах у нас сейчас есть операторы, которые обслуживают все. Они оснащены, во-первых, рабочие места их оснащены компьютерами и базой данных, в котором по принципу одного окна они, заходя в этот компьютер и находя нужную программу, ответят на все вопросы, интересующие наших потребителей. А это вот касательно ЦОПов. А вот сама, я не знаю, вот эта техника, оборудование, которое занимается конкретно снабжением электроэнергии, вы же снабжением занимаетесь? Вот здесь вот с этим оборудованием есть у вас какие-то, может быть, ноу-хау какие-то последние, закупки какие-то интересные? Я к тому, что насколько оно у вас оснащено, по последнему слову, техники ваше предприятие? Учет электроэнергии в онлайн ведется Алатау Жерек Компании. У нас есть программа, в которой мы видим производство, и мы видим, она называется АИК, и мы видим в онлайн, сколько электроэнергии потребляется в данный момент. Больше, меньше, дисбалансы все между энергосистемами, между ЕС Казахстана и Алматинской. Поэтому эта программа находится в Алатау Жерек Компании. То есть передовые технологии какие-то, они энергетическую отрасль нашу, Алматинскую, они не миновали, в принципе, да? Конечно. Все, что нужно, все это имеется на себе. Да, мы полностью вооружены. Я хочу вас поздравить с вашим профессиональным праздником, 22 декабря, это День энергетики. Спасибо. Вот, наверное, вы хотите обратиться к вашим коллегам? Да, конечно. Я хотел бы поздравить наших потребителей с прошедшим праздником Днем независимости. Позвольте поздравить всех также энергетиков с нашим профессиональным праздником, который мы отмечаем уже долгие годы, с 1920 года, 22 декабря, когда был принят план ГОРЛО. С 1920 года, да? Да, да. И поэтому хочу пожелать всем энергетикам, как действующим, так и ветеранам, здоровья и успехов в труде. Еще раз вас с праздником. Я хочу поблагодарить вас за участие в нашей сегодняшней программе. Добросовестных вам потребителей. Спасибо. Еще раз с праздником, с профессиональным праздником. Спасибо за участие. Я с вами прощаюсь. На этом у меня все. Всего доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok